привет друзья мои хочу показать вам приготовление постного борща с килькой в томате борщ получается сытным ароматным надеюсь вам понравится приготовление и вы внесете этот борщ свое повседневное меню готовим постный борщ с килькой в томате в казане на костре давайте смотреть для начала установим 12 литровый казан на печь печь у нас как видите уже горит в работе и нальем обыкновенной воды для бульона я думаю 5 литров будет нам за глаза пусть закипает а мы продолжим рассмотрим что нам надо для приготовления постного борща в принципе набор овощей ничем отличие не отличается от приготовления мясного борща тот же партофель у меня тут два десятка морковь не три штуки лука 4 штуки свежая капуста сладкий болгарский перец обязательно сладкая свекла морс из помидор 3 ложки томатной пасты и фасоль фасоль я взял двух видов белую и красную я так думаю будет интересней введение состав борща постного кильки в томате делает это блюдо уже самостоятельным рецептом отличающийся от обыкновенного мясного борща кильки у меня четыре баночки мы будем использовать килька обыкновенная их разновидностей много можно брать любую лишь бы была в томате также подойдут для этого блюда и бычки тоже в томатном соусе подготовим друзья овощи нарежем картофель картофель нарезаем квадратиком мелко как на суп на борщ здесь нам крупные части не нужны чтоб ложку помещался и лук лук тоже мелко будем его обжаривать с томатиком с морковью со свеклой продолжаем нарезать нарезаем капусту в этот борщ можно брать и пекинку пекинскую капусту говорят она более нежнее мягче но я использую нашу белокочанную потому что с ней уже много раз работал нарезаем мелко чем мельче тем будет приятнее кушать можно использовать другой метод снимать листочки кому как удобно и шинковать так еще мельче получится морковь на крупной терке я решил ее не нарезать ножом на терке лучше не так больше нравится они все одинакового размера быстро прожарятся больше это все-таки не жаркое не тушение так у нас с вами осталось неподготовленными перец болгарский и свекла с перцем очень легко поступаем мелкой соломкой нарежем и свекла красная на крупную терку сочная свекла красная свежая даже больше должен быть красивым от цвета свеклы вот друзья наш витаминный набор для постного борща готов на столе все красиво свежо и аппетитно продолжаем готовить друзья наша вода кипит уже закипела для бульона мы на время снимем поставим сковороду сделаем зажарку а вода уже у нас горячая будет не надо будет ждать ставим сковороду даем ей нагреться что-то огонь у меня слабоват добавляем масло сковороду обыкновенная растительная грамм 150 миллиграмм сразу отправляем лук к луку добавляем морковь и обжариваем до мягкости до прозрачности это у нас займет минут 5-7 овощи наши размягчились вводим томатную пасту две ложки две столовых ложки и добавляем морсо из протертых помидор морсо я добавил 350 миллиграмм к овощам с томатом мы добавим натертую свеклу пусть они все вместе протушатся свекла очень сочная зажарка будет у нас просто великолепно так чтоб не забыть чтоб свекла не потеряла свой цвет надо добавить немножко уксуса кислота я буду добавлять винный уксус немножко сбрызнем свеклу так время добавлять усилители вкуса это у нас идет сахар как усилитель вкуса и выравнивание кислоты добавим ложечку ну и соль тоже считается усилителем вкуса что-то у меня нам окрела перемешаем я хочу протушить зажарку минут 10 а для этого у меня мало жидкости жидкость мы возьмем с бульона который у нас кого нет достаточно еще раз перемешаем накроем крышкой пусть минут 10 до готовности протушится цвет красивый мне мне пока все нравится друзья наши овощи почти готовы но я хочу добавить к ним сладкого перца болгарского я его добавляю в конце чтоб он не сильно развалился в труху сейчас я вот крышкой накрою и сразу сниму сковороду он в чугунной сковороде еще минут пять будет тушиться и перчик останется целый не распадется а а вообще приготовление зажарки по моему мнению 70 процентов успеха приготовление вкусного борща она играет очень главную роль поэтому надо постараться приготовить ее очень вкусно на соль на кислоту на сахар все накрываю и снимаю в чугунной сковороде она еще дойдет друзья я уже поставил казан с кипятком на печь вода уже кипит время формировать наш борщ уже в казане запускаем нарезанный картофель накрываем крышкой и пусть варится друзья пока картофель варится у вас есть минутка поставить лайк и подписаться на канал это поможет каналу развиваться и выходу новых кулинарных роликов бульонах закипел картофель варится хорошо друзья для того чтобы наш борщ был более сытным наваристым все-таки у нас не мясной бульон мы добавим фасоль для сытности я буду до консервирована я буду добавлять и белую и красную это уже так от меня для красоты фасоль консервированная готова и проварим все минут пять картофель с фасолью провалились хорошо закипели добавляем нашу красивую зажарку будем делать букет ой какой красивый немножко добавила уже настоящий цвет борщ и дадим провариться чтоб картофель не развалился у нас но минут пять чтоб соединились все вкусы запускаем в борщ кильку я ее ломать не буду она и так маленькая в ложку поместится тут у меня четыре баночки по 300 грамм и за фасоль я хотел сказать фасоль я добавлял две банки по 400 грамм каждая баночка вот сразу кладками я все четко объяснил так добавляем лаврового листа соли проверим картофель как он у нас уже почти готов сейчас три минутки пусть килька разойдется и будем запускать капусту друзья аромат уже стоит у меня тут борщевой можно сказать капусту добавляем в последнюю очередь время приготовления капусты очень быстро если ее переварить она стоит мягкая не будет никакого вкуса я люблю чтоб она была немножко с хрустинкой сейчас я ее отправлю пять минут добавим зелени все остальное из и снимаем он борщик у меня густой хороший проверяем густоту замечательно больше такое должен быть этого мне суп даем пять минут прокипеть добавим остальные закладки и снимаем добавляем специи перец чили я его нарезать не буду он сильно острый пусть немножко так свой аромат отдаст чеснок я нарубил ножик ножом через довилку не захотел так лучше он большой температуре высокой не сильно будет добавим перед горошком через мельницу и завершим процедуру зеленью укроп петрушка и лук зеленый это для борща обязательно почти все перемешиваем на соль я попробовал густота у нас отличная три минутки дадим прокипеть снимем немножко 10 минут он настоится чтоб соединился соединились все вкусы получился букет и будем пробовать друзья подписчики просили чтоб я показывал как набираю формирую в тарелку уже блюдо вот я специально взял объемистую миску прозрачным чтоб видно было и цвет в борще и какие картофель все ингредиенты вот смотрите я конечно столько не съем но лишь бы показать по густоте замечательно я люблю густое что воду хлебать ну что друзья постный борщ на столе пробуем но сначала сметана борщ без сметаны как каша без масла обязательно сметана вот густой какой смотрите ну что перемешаем сметанку разгоним и попробуем очень вкусно без разозрения совести могу сказать борщ своеобразный вкус кильки слабый сладковатый конечно в нем нет куска мяса или не такой наваристый бульон как в мясном но он в своем роде хорош для поддержания поста холодную погоду когда жарко холодным видим покушать для поддержания диеты всех кого заинтересовал этот рецепт или может быть вспомнил с детства готовьте давайте пробовать родным знакомым кому понравилось вперед до свидания всего вам доброго до встречи на канале